Мы в стенах библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского. Сегодня вместе с вами мы увидим то, что скрыто от других глаз. Тайные места, о существовании которых знают только сотрудники. Уникальные кадры, снятые специально для нашего телеканала. Меня зовут Илья Андреев, и мы даем старт новой рубрике. Фонд библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского более двух веков сохраняет и развивает научный потенциал университета и региона. В составе библиотечного собрания около 150 тысяч книжных памятников на восточных, славянских и западноевропейских языках. Мы с вами находимся в читальном зале отдела рукописей и редких книг Казанского федерального университета. Мы в настоящей сокровищнице, ведь библиотека располагает шестимиллионным фондом. Особая ценность фонда – крупнейшая в России коллекция арабографических рукописей. Более 13 тысяч единиц хранения. Самый ранний из рукописей – арабский словарь 7 века в списке конца 11 века. Из славянских памятников наиболее ранним является пергаментная Евангелие середины 4 века. Мы с вами находимся в специальной комнате хранения отдела рукописей и редких книг. Здесь собрание книжных памятников посменного наследия народов мира более чем за 200 лет. Среди рукописей на русском языке собрание актов 16-17 веков, императорские указы казанским губернаторам, царские грамоты сибирским воеводам, исторические сборники, родословия. Широко представлены материалы по истории Казанского университета, Казани, Среднего Поволжья, в том числе подлинные рукописи выдающихся ученых. Лобачевского, Зинина, Бутлерова, Бодуэна де Куртене. Основой библиотечного фонда Казанского университета стали два книжных собрания второй половины 18 века. Это библиотека князя Потемкина и библиотека секретаря Академии художеств России Полинского. Среди восточных рукописей арабские сочинения по исламу, математике, медицине, астрономии, семитомный словарь писателя Востока Марджани, ценная коллекция старотатарских рукописей выдающихся татарских просветителей Утызимени, Курсави, Боруди и других, автографы известных татарских писателей и поэтов, в том числе особо ценных изданий, первопечатные книги на западноевропейских и славянских языках, 17 инкунабул, изданных в 1470-х, в 1499-х годах, книги царств Франциска Скорины 1518 года и апостол Ивана Федорова 1564 года. Вот это как раз те самые книги князя Потемкина. Они первыми вошли в фонд библиотеки Казанского университета. Историческое здание научной библиотеки представляет собой уникальный объект культурного наследия, включенный в список памятников архитектуры государственного значения. Здание построено в 1834-38 годах. Позднее к нему был возведен пристрой. В проектировании и строительстве принимал участие Николай Лобачевский. Добраться до дела рукописей редких книг совершенно несложно. Адрес улица Кремлевская, 18, корпус 6. Режим работы с 9 до 5 с понедельника по пятницу. Как говорил Эрнест Хомингуэй, нет друга вернее книги. Так что до новых встреч в библиотеке, ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Андрей Багаудинов. Итоги недели.